Здравствуйте! В эфире Народные новости в студии Елена Сергеева. О главных и самых интересных событиях вам расскажут корреспонденты Народного телевидения Мордовия. Главные выпуски. В Государственном собрании Мордовии состоялись публичные слушания по проекту республиканского бюджета на будущий год и плановый период 2019-2020 года. Продолжается расследование по уголовному делу об обрушении лестничного марша. Самые последние сведения представил Следственный комитет России по республике Мордовия. В Санском центре велоспорта БМХ прошла публичная фотосессия с главным трофеем 7-й летней спартакиады учащихся. Глава Мордовии Владимир Вулков в Москве провел рабочую встречу с заместителем министра финансов России Леонидом Горниным. Обсуждались вопросы о бюджетной политике региона. В том числе речь шла об исполнении обязательств текущего года, формировании республиканского бюджета на 2018 год, а также плановый трехлетний период. 16 ноября в Государственном собрании Мордовии состоялись публичные слушания по проекту республиканского бюджета на будущий год и плановый период 2019-2020 года. Собравшимся рассказали об основных параметрах республиканской казны и об основных показателях прогноза социально-экономического развития региона. Подробности расскажут Вячеслав Кузьменко и Александр Гурьянов. В публичных слушаниях приняли участие депутаты Государственного собрания, представители общественных организаций и федеральных структур исполнительной власти, в частности прокуратуры и налоговой. Бюджет сейчас обсуждают в профильных комитетах. Ознакомиться с ним может каждый житель Мордовии. Документ размещен на сайте госсобрания. Бюджет внесен главой республики Мордовии, обсужден на правительстве республики и нам очень важно сегодня услышать, обсудить мнение общественности, мнение правительства, услышать те вопросы, которые волнуют сегодня наших граждан. Бюджет республики нацелен на обеспечение дальнейшего развития Мордовии. С каждым годом его доходная часть будет увеличиваться, а дефицит сокращаться. Доходная часть республиканского бюджета в 2018 году составит 33 миллиарда 190 миллионов рублей, что на 5 миллиардов 304 миллиона рублей больше по сравнению с первоначальным вариантом бюджета на 2017 год. На 2019 год 27 миллиардов 445 миллионов рублей, на 2020 год 28 миллиардов 420 миллионов рублей. Бюджет в основном формируется за счет акцизов, а также налога на доходы физических лиц и налога на прибыль организаций. Серьезным резервом пополнения казны является приватизация. В 2018 году предусмотрены поступления от продажи государственного имущества в сумме 2 миллиарда 876 миллионов рублей. Республиканская казна будущего года носит социальный характер. 61% расходов пойдет на финансирование организаций образования, здравоохранения, поддержку социально незащищенных слоев населения. На предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, установленные федеральным законодательством и законодательством Республики Мордовия, составит в 2018 году в сумме 8 миллиардов 659 миллионов рублей. Бюджет Республики сформирован исходя из результатов функционирования экономики Мордовии в этом году. Основы будущего заложены в настоящем. Промышленность региона демонстрирует высокие темпы роста. Индекс промышленного производства составил 111,2%. Кстати, лучшие показатели среди регионов Приволжского федерального округа. Ну и в целом в 20-ке мы в Российской Федерации. Отличные показатели и в агропромышленном комплексе, строительном секторе, также улучшается инвестиционный климат. Эти темпы нужно удержать и в перспективе. Рост валово-регионального продукта в трехлетний периметр мы рассчитываем на 115%. Это будет обеспечиваться за счет формирующих его отраслей. В 2018 году ВРП составит 252 миллиарда рублей. И, коллеги, в 2020 году мы вплотную приблизимся к 300-миллиардному рубежу. По нашим оценкам ВРП составит 297 миллиардов рублей. Участники собрания задавали разработчикам бюджета вопросы. Например, сколько в будущем году выделяется средств на строительство фельдшерско-акушерских пунктов, сколько на льготное обеспечение лекарствами, какие объекты будут приватизированы. Высказывали и свои пожелания по поводу распределения средств. По уверениям чиновников из правительства, все замечания будут учтены во время дальнейшей работы над бюджетом. Вячеслав Кузьменко, Александр Гурьянов, Народные новости. В Саранске состоялось совещание по реализации дорожной карты расширения использования высокотехнологичной продукции организации Мордовии в интересах «Газпрома». В разговоре приняли участие заместители председателя правления ПАО «Газпром» Виталий Маркелов, руководители департаментов и эксперты компании, руководство ООО «Газпромтрансгаз» Нижний Новгород, председатель правительства Республики Мордовия Владимир Сушков, председатель Государственного собрания Республики Мордовия Владимир Чебиркин, члены правительства Мордовии, руководители промышленных предприятий республики. В ходе совещания стороны подвели итоги реализации дорожной карты и обсудили перспективы сотрудничества. Дорожная карта, подписанная в 2015 году, предусматривает подготовку региональными организациями и предприятиями предложений по использованию своих разработок на объектах «Газпрома». Реализация дорожной карты дала предприятиям Мордовии мощный стимул для раскрытия промышленного и научно-технического потенциала. Республиканские предприятия готовы поставлять «Газпрому» не только серийно выпускаемую промышленную продукцию, но и производить новую импортозамещающую с учетом технологических требований заказчика, не уступающую по качеству и цене зарубежным аналогам. Знаменитый хоккеист, имеющий мордовские корни Александр Овечкин, выступил с инициативой создать общественное движение «Команда Путина». Всероссийский центр изучения общественного мнения провел опрос. Как выяснилось, большинство опрошенных согласно с Александром Овечкиным. С большим энтузиазмом эту идею восприняли представители старшего поколения, жители небольших городов и сел. «Я никогда не скрывал своего отношения к нашему президенту. Всегда открыто его поддерживал. Я уверен, что нас, поддерживающих Владимира Путина, много. Так давайте объединимся и покажем всем сильную и сплоченную Россию». Написал наш земляк в Инстаграм. О присоединении к движению уже объявили шахматист Сергей Корякин, хоккеисты Евгений Малкин, Павел Буре и Илья Ковальчук. А также президент Всероссийской Федерации художественной гимнастики Ирина Винарусманова. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, в Кремле приветствуют желание спортсмена поддержать главу государства. Но, как он отметил, пока непонятно, в какой форме будет реализовываться эта инициатива. Следственными органами Следственного комитета России по республике Мордовия продолжается расследование по уголовному делу об обрушении лестничного марша в строящемся многоквартирном доме на пересечении улиц Гагарина и Фурманова. Самые последние сведения в следующем материале. Следователи и криминалисты регионального управления Следственного комитета продолжают работать на месте обрушения. Ежедневно проводят дополнительные осмотры места происшествия, в том числе с привлечением представителей Республиканского ГУМЧС и спецтехники ООО «Срасгражданпроект». Установлено, что лестничный марш в доме разрушен с 10 по 1 этажи. Разбор завалов на месте происшествия продолжается. В рамках расследования уголовного дела следователи проводят допросы работников и руководства строителей организации. В ООО «Строительное монтажное управление номер один», которое осуществляло строительство дома, изъята необходимая документация. По уголовному делу будет также проверен производитель лестничных блоков и железобетонных конструкций. В результате проведенной работы детального изучения места происшествия, показаний свидетелей и очевидцев, следствие считает в достаточной степени установленной техническую причину обрушения лестничного марша. Однако в интересах следствия более подробные сведения в настоящее время не разглашаются. В Саранске прошла ежегодная конференция регионального отделения Общероссийского народного фронта. Обсуждались итоги реализации приоритетных проектов, затрагивающих различные сферы. Все подробности в нашем материале. Какими должны быть дороги? Могут ли дети бесплатно посещать кружки или секции? Как улучшить экологическую обстановку в республике? Эти и ряд других вопросов обсуждались на конференции регионального отделения Общероссийского народного фронта. До начала совещания координаторы проектов и активисты разбились на группы для составления общественных предложений, которые в последующем будут переданы главе Мордовии Владимиру Волкову. ОНФ реализует более 10 проектов. Я скажу еще об одном проекте. Мы осуществляли мониторинг за реализацией проекта «Комфортная городская среда». Этот проект реализуется во всех районах республики. На его реализацию выделено более 200 миллионов рублей и более 200 дворов по всей республике благоустраивается. Мы взяли на контроль около 30 дворов, выезжали на места, смотрели, как происходят работы. Есть, конечно же, бесспорно положительные моменты, но есть и негативные. Проекты, над которыми работает Общероссийский народный фронт уже в течение трех лет, касаются практически всех сфер деятельности человека. Но одним из основных направлений, по которым идет усиленная работа, считается проект Дорожной инспекции ОНФ «Карта убитых дорог». Сегодня, в том числе, одним из вопросов, он является одним из самых актуальных, на мой взгляд, это Дорожная инспекция ОНФ «Битые дороги», так называемые. Суть проекта заключается в том, что каждый житель нашего региона может отметить на интерактивной карте Российской Федерации тот проблемный участок дороги, который его волнует, которым он считает, что требуется либо ремонт, либо реконструкция, либо полностью строительство новой дороги. Далее, потом, жители нашего региона желательно, конечно, чтобы привлек, скажем так, общественность к своей позиции, чтобы было как можно больше лайков именно на этом участке дороги. Все замечания по проектам были озвучены во время конференции. Фронт работы еще велик, но сделано немало. К примеру, на базе детского семейного клуба «Букваренок» стартовали бесплатные развивающие занятия для детей дошкольного возраста. Их посещает 20 малышей. Работу в этом направлении также планируется продолжить. Мы рассчитываем, что все проекты, над которыми мы занимаемся, они продолжатся в следующем году. Это и проект равный возможности детям, это и народная оценка качества, это и профстажировки. И самое главное, у нас есть замечательный молодежный проект, который подразумевает, что молодежные активисты участвуют в нашем движении. Не просто участвуют, они своими действиями пытаются изменить ситуацию в лучшую сторону. Ирина Пятина, Владимир Надькин, Народные новости. Всего полтора часа займет перелет из Москвы в Саранск или в обратную сторону. Ежедневные регулярные рейсы стартуют ровно через три месяца, 16 февраля 2018 года. Вылет из столицы России назначен на 18.00. В аэропорт Саранска самолет будет прибывать в 19.30. Обратно борт будет отправляться в 20.10. Посадка в Домодедово назначена на 21.45. Возможность быстро и с комфортом добраться до Саранска порадует гостей чемпионата мира. Да и нашим землякам придется по душе. Путешествовать по стране и миру без утомительного пути из аэропорта до железнодорожного вокзала будет гораздо удобней. По маршруту Москва-Саранск будут курсировать современные самолеты Embraer 170, рассчитанные на перевозку 78 пассажиров в комфортном салоне экономического класса. Сроки введения обязательной электронной сертификации продуктов животного происхождения подойдут только 1 января будущего года. Но уже объявились мошенники, предлагающие свои услуги по регистрации за деньги. Как не попасть на удочку и что из себя представляет эта электронная система, узнала наша съемочная группа. В настоящее время все продукты, сырье животного происхождения, живые животные и птицы сопровождаются бумажными документами. Но с 1 января 2018 года все ветеринарные свидетельства должны будут оформляться в электронном виде. Регистрация в системе еще не началась, но уже объявились мошенники, готовые наживиться на фермерах и продавцах этой продукции. Есть фирмы, которые сейчас занимаются предоставлением таких услуг, как интеграция 1С системы с системой Меркурий. Но вот многие фирмы, нечистые на руку, наверное, на этом каким-то образом пытаются заработать деньги. Если, судя по данным интернет, это предлагают услуги, начиная от 70 тысяч рублей за данную интеграцию. Необходимо помнить, что за получение электронного сертификата никому платить не нужно. А саму услугу все те, кто имеет у себя в обороте пищевую продукцию животного происхождения, могут получить в Республиканской ветеринарной службе и в Территориальном управлении Россельхознадзора. Это позволит снизить риски и уменьшить контрафакт на рынке. И снизить некоторые затраты, в том числе людские, на выдачу вето-проводительных документов. Я хочу отметить, что такая система за рубежом уже работает в ЕС где-то с 2004 года. Называется она «Трейси», а у нас она будет называться «Меркурий». У пищевиков еще почти полтора месяца на то, чтобы внести свои данные в «Меркурий». Не сделавшие это вовремя не смогут получить ветеринарные свидетельства на сырье и готовые продукты питания. Торговля без этой документации карается крупными штрафами. Все участники пищевой цепи будут оформлять сопроводительный документ. Это позволит создать так называемую глобальную прозрачную систему для того, чтобы видеть всю цепь от фермы до стола. Ирина Пятина, Владимир Надькин, Народные новости. В исправительной колонии номер 13 УФСИН по Мордовии прошла выставка работ «Осужденных. Мое хобби», на котором женщины продемонстрировали свои увлечения. Все работы поразили своей уникальностью и новизной. Осужденные женщины вложили в поделки свое тепло, любовь, нежность, частичку души и сердца. Отдельно были отмечены работы осужденных Елены Подносовой, куклы Чингисхан, Татьяна Голубенко, поделка из круженных салфеток «Два ангела» и Людмила Тевниковой, игрушки из капрона «Мишка и заяц». Как отмечает пресс-служба УФСИН по Мордовии, такого рода конкурсы позволяют раскрыть таланты осужденных. Привить любовь к искусству дают возможность постоянно усовершенствоваться и открывать что-то новое для себя. В третье воскресенье ноября в России, как и во всем мире, вспоминают тех, кто погиб в дорожных авариях. Накануне в Саранске провели митинг, посвященный Дню памяти жертв ДТП. В нем приняла участие наша съемочная группа. В России автокатастрофы уносят жизни более 10 тысяч человек. Только за 2017 год зафиксировано порядка 126 тысяч дорожно-транспортных происшествий. За каждой цифрой стоит человеческая жизнь. Все участники сегодняшнего митинга – школьники и студенты, молодое поколение, пока не имеющее водительских удостоверений. Тем не менее, они полноправные участники дорожного движения. И призывают водителей и пешеходов, на дорогах надо быть осторожнее. Нам очень жаль погибших в автопроисшествиях. Я считаю, что данная акция помогает привлечь водителей, ездить аккуратнее и соблюдать правила дорожного движения. К сожалению, во время аварий страдают и дети. Зачастую это происходит по вине родителей, которые не объясняют элементарные правила перехода через дорогу или пренебрегают детским креслом. Последствия такой халатности печальные. В этом году на дорогах Мордовии произошло 109. ДТП с участием детей в возрасте до 16 лет. Три ребенка скончались, травмы получили 118 несовершеннолетних. Большое количество аварий происходит и с пешеходами. Самый массовый вид ДТП – это столкновения и наезды на пешеходов. Особенно сейчас, когда световой день стал очень короткий, погодные условия неудовлетворительны, видимость пешеходов наихудшая. И пешеходы, как правило, выбирают более темную одежду. Именно сейчас происходит вал наездов на пешеходных переходах. Идея ежегодного дня памяти жертв ДТП пришла от Британского благотворительного фонда помощи жертвам автоаварий. Его статус специальной резолюцией закрепила Генеральная ассамблея ООН в 2005 году. Традиционно люди выходят на митинги, чтобы почтить память погибших и напомнить всем водителям. Невнимательность за рулем может искалечить или забрать жизни. Мероприятие очень грустное на самом деле. Ведь мы скорбим не по кому-то одному конкретному человеку, погибшему в одной конкретной ситуации. Это скорбь о тысячах людей, иногда о десятках тысяч, ни в чем не повинных людей. Которые, может быть, даже не знали, не думали, садясь в автомобиль, что вот так все это может закончиться. В Мордовии аварии чаще всего происходят из-за несоблюдения правил во время выезда на встречную полосу. А также, когда водители не предоставляют преимущества движений при проезде перекрестков и пешеходных переходов. В этом году на дорогах Мордовии погибло 98 человек. 1200 получили травмы. В честь Дня памяти всем погибшим в автокатастрофах в эти выходные во всех храмах Мордовии проведут панихиды. Ольга Данилова, Андрей Просверкин. Народные новости. Сообщи, где торгуют смертью. Такое название носит Всероссийская антинаркотическая акция. Ее цель – в очередной раз напомнить обществу о профилактике наркозависимости. Представители МВД Мордовии побывали в Елгинской средней школе и рассказали ее ученикам о профилактике наркомании. Подробности у Кристины Марценюк и Сергея Соколова. Встреча с сотрудниками управления по контролю за оборотом наркотиков начинается необычно. Вместо сухих рассказов о том, как это плохо, ученикам средних классов демонстрируют рукопашный бой. Спецподразделение показывает множество ловких приемов, как защитить себя от нападения. Они демонстрируют на собственном примере, как важно быть в хорошей физической форме и вести здоровый образ жизни, не прибегая к наркотикам. И такой метод, кажется, срабатывает. Мне очень понравилось здесь. Нам показали бой, как они действуют. Мне очень это сильно понравилось. И хотел бы, чтобы они еще раз к нам приехали. Акция в нашей школе всем очень понравилась. Оставила массу новых очень ярких впечатлений. В этот раз у ребят есть возможность еще и ознакомиться с оружием. Особый интерес этот процесс вызывает у мальчиков, но и девочки не остаются в стороне. Название акции не несет цель напугать. Напротив, предостеречь от последствий употребления наркотических веществ. Ведь каждый еще со школьницами должен знать, что производство сбыта, а также другие операции с наркотическими средствами и психотропными веществами караются законом. Есть очень много мифов и легенд в молодежной среде, в подростковой среде относительно наркотиков. О том, что они не влияют на организм, они не представляют угрозы. Мы рассказываем правду. Правду, что такое себе представляет наркотик и дальнейшие последствия для организма молодого человека в будущем в целом, если он свяжется с наркотиками. Сотрудники управления на этот раз подготовили много мероприятий для школьников. Профилактика борьбы с наркоманией проводится в республике постоянно. Кроме рассказов о последствиях употребления наркотических средств, школьников учат правильно занимать свое свободное время, не прибегая к пагубным веществам. И такие акции, несомненно, оказывают положительный эффект. Антинаркотические мероприятия мы проводим в нашей школе уже не первый раз. Я считаю, очень значимое проведение таких мероприятий, потому что они формируют устойчивое неприятие наркотических веществ у старшеклассников. Вот сегодня, допустим, мы проводим мероприятие для шестых, седьмых, восьмых классов. С этого возраста очень важно заложить у детей стремление к здоровому образу жизни. Чтобы еще лучше объяснить молодому поколению о вреде наркотиков, для ребят проводят опыты и наглядным образом показывают, как наркотики действуют на человеческий организм. Чтобы ни у кого не осталось доли сомнений, что этого делать нельзя. Также разъясняют, как себя вести, если кто-то из знакомых и близких стал употреблять наркотические средства. Судя по ответам, каждый из них знает, что нужно делать для того, чтобы не попасться в сети наркотических веществ. Нужно заниматься спортом, поддерживать спортивную форму и не употреблять алкогольные напитки. Также курить и употреблять наркотики. Антинаркотическая акция «Сообщи», где торгуют смертью, проходит в Мордовии ежегодно и не раз доказывала свою эффективность. Жители просят проявить бдительность, защитить своих детей и близких от наркотиков, помочь выявить людей, организации и места, которые занимаются изготовлением и сбытом. И сделать это просто. Достаточно набрать на горячую телефонную линию для приема обращений. Или набрать телефон полиции. По результатам предыдущих лет, реализации данного проекта на территории Республики Мордовия, есть положительный опыт участия граждан в общественной жизни нашего региона. Антинаркотическая акция продлится до 24 ноября. Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков еще не раз проведут такие мероприятия для учащихся и студентов. Кристина Мурценюк, Сергей Соколов. Народные новости. В адрес главы Мордовии Владимира Волкова пришла благодарность от губернатора Саратовской области Валерия Радаева. В тексте говорится, цитата, 28 октября 2017 года в селе Оркино Петровского муниципального района Саратовской области состоялось праздничное мероприятие «Мордовский край. Цветущая земля». Выражаю вам глубокую признательность за визит делегации Республики Мордовия в Саратовскую область и поддержку в организации и проведении праздничного мероприятия. Высокий профессионализм и мастерство фольклорного ансамбля «Торома» из Республики Мордовия стали украшением праздничного мероприятия и не оставили равнодушными ни одного гостя и участника фестиваля. Конец цитаты. 16 ноября во всем мире отмечается Международный день толерантности. В этот день в городах-организаторах провели школьный урок под названием «Футбол без дискриминации». На одном из таких побывала наша съемочная группа. Вместо уроков за партой – актовый зал. Вместо решения примеров – лекция о толерантности. Ученики Республиканского лицея тепло приветствуют членов Оргкомитета чемпионата мира по футболу FIFA 2018. Для них подготовили специальный урок «Футбол без дискриминации». Сегодняшний урок впервые проводится в России, впервые проводится в городе Саранске. Это урок толерантности. Также он проводится во всех 11 городах-организаторах, принимающих чемпионат мира по футболу. Мы расскажем, почему есть у нас такая фраза «футбол без дискриминации» и насколько город Саранск, жители города Саранского населения готовы встречать болельщиков на чемпионате мира по футболу. Ребята отвечали на вопросы волонтеров, вспомнили историю образования FIFA. Еще раз напомнили, в каких числах состоятся игры в Саранске. За правильные ответы лицеисты получали ценные и памятные призы. Тематический фильм показал, как не нужно себя вести по отношению к другим болельщикам. Ребята приняли участие в дискуссии, задавали волнующие их вопросы, узнали много новой и полезной информации. Почерпнули для себя много знаний о том, как вести себя правильно на стадионах, в толпе болельщиков. И вообще, учитывая то, что сегодня Международный день толерантности, это мероприятие очень актуально для нас. Проблемам дискриминации в спорте уделяется достаточно серьезное внимание. Основная цель урока заключается в создании среды свободной о дискриминации на всех официальных мероприятиях Мундиале, а также воспитание толерантного поколения на примере гуманистических ценностей футбола. 16 ноября в Саранском центре велоспорта «Бэймэкс» прошла публичная фотосессия с главным трофеем 7-й летней спартакиада учащихся. К трофею выстроилась приличная очередь из юных воспитанников школы и их родителей. Победа наших велосипедистов стала вишенкой на торте как спартакиада, так и подходившего к концу спортивного лета. Сейчас пережитые эмоции улеглись, но гордость за успешные выступления подопечных перед своими трибунами у главного тренера сборной Мордовии по велоспорту «Бэймэкс» Юрия Вандаева осталась. Они не подвели ни себя, ни республику. Здесь работала вся команда. Да, ребята старались, ну, в принципе, старались все. И весомую лепту в победу внесли наши девчонки, которые смогли обыграть в финале «Москвичек». То есть у нас как попался паритет, девочки и девочки все вместе в финале «Москвички» попались. И наши девчонки в этот раз просто обыграли второе и третье место в личном зачете. Как раз и принесли те самые долгожданные очки, которые, в принципе, мы и рассчитывали. 57-летний саранский культурист Вячеслав Рокошков выиграл очередное золото представительного международного старта, став лучшим на Кубке мира по бодибилдингу, который проходил 11 и 12 ноября на Кипре. Отстаивая честь России, представитель Мордовии стал лучшим в возрастной категории 50+, а затем выиграл абсолютное первенство у чемпиона в категории 40+. Отметим, что в 2017 году Рокошков выступал на четырех соревнованиях и каждый раз поднимался на призовой подиум. В том числе становился чемпионом России и мира, а также превзошел всех на Кубке планеты. На этом пока все. Впереди еще прогноз погоды. С вами была Елена Сергеева. Оставайтесь на нашем канале. До встречи.